10 лет назад, 23 июня 2012 года, на сайте Елиофант был опубликован короткометражный 7-минутный анимационный фильм «Я, домашний козел 2». А позже, 4 июля 2012 года, он был опубликован на одноименном YouTube-канале. Сегодня я вместе с вами соберу недостающие пазлы в картину распаковки этого послания. Ну а вместе с вами потому, что вы добавите в комментариях то, о чем я не скажу в этой распаковке. Елиофант – независимая студия компьютерной анимации, расположенная в Лаврентийских горах к северу от Монреаля, в Канаде. В сети я нашел интервью Алекса Джонса с автором анимации Луи Лефеф. Интервью по скайпу. Из него-то и будет взята основная мысль, которую хотел донести автор, зрителю через образы. Итак, я приглашаю вас, друзья, в неожиданное по своей трактовке для постоянных зрителей моего канала путешествие от режиссера Луи Лефеф из Канады, который участвовал в создании Голума из «Властелина колец». Название мультфильма переводится как «Я домашний козел 2». Логично, что должна быть и первая часть, но ее нет. В английском языке цифра 2 и слово тоже произносятся практически одинаково. Таким образом, логичнее название можно перевести как «Я тоже домашний козел» или «Я тоже домашняя коза». Это уже как кому больше нравится. На официальном сайте студии есть некоторые подсказки от автора в виде имен героев мультфильма. Эти подсказки кое о чем нам могут поведать при распаковке всего послания. В начале мы видим резервацию за колючей проволокой с козликом в будке и штрих-кодом с тремя шестерками на его лбу. На его шее висит колокольчик, как атрибут системы отслеживания за его перемещением. На будке нарисован охранник с собакой, как образ надзирателя системы. Это все то, к чему стремятся глобалисты нашей локации, к тотальному контролю и к инстинктивным реакциям послушных потребителей на внешние раздражители, как у той собаки Павлова. Все по написанной инструкции. Козлик пробуждается после включения прожектора из шести ламп. То есть лампочка зажглась, собачка проснулась. Ну а прожектор это как символ уже всевидящего ока, который за всем наблюдает. И кстати, кубиков из которых складывается название – одиннадцать. Далее появляются нечеловеческие руки кукловода, управляющие марионеткой, запачканной в крови. И на одном из пальцев – перстень с символом доллара, намекающий на одержимости Грегором денег. А марионеткой в этих руках, с когтями, является никто иной, как президент Джордж Буш-младший. Правительство всех стран является по своей сути марионеточными. И ни один президент не принимает никаких самостоятельных решений, а действует только лишь по указаниям от своих теневых кукловодов. У Буша на голове белый колпак с буквой «Ди», что означает со слов автора «Вэдэнс» в переводе «Балбес». Клоун-президент выплясывает чечетку на черно-белом шахматном полу, являющемся в масонстве символом единства, добра и зла, порядка и хаоса. При этом демонстрирует знакомые символы. Стена за президентом просто изобилует различной символикой. Сверху над доской схема эволюции человека, которая заканчивается наивысшим звеном – человеком с золотым ореолом за головой в виде короны. Явный намек на просветление. Стрелки на часах показывают полночь, и это конец старой и начало новой эры. На картине слева изображена сова, а это один из главных символов темных элит, собирающихся ежегодно в Богемской роще для проведения сатанинских ритуалов с жертвоприношениями. Богемская роща – место отдыха площадью 11 квадратных километров, расположенная в городе Монте-Рио, Калифорния. Она принадлежит частному мужскому клубу искусств, известному как Богемский клуб, который находится в Сан-Франциско. Ежегодно в июле, начиная с 1899 года, сюда приезжают самые влиятельные люди мира, чтобы провести двухнедельный летний отпуск. А это вид сверху на капитоле Конгресса США в Вашингтоне. Сова также присутствует и на однодолларовой купюре. На карте США, расположенной ниже картины с совой, отмечены именно те места, где и были проведены культовые ритуалы массовых жертвоприношений. Оклахома-Сити, 19 апреля 1995 года, подрыв здания. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года, разрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра. Новый Орлеан, 23 августа 2005 года, был затоплен в результате урагана Катрина. Мексиканский залив, 10 апреля 2010 года, подрыв нефтяной скважины. Все эти теракты есть не что иное, как тщательно спланированные акты жертвоприношений, на которых наживились акулы с Уолл-стрит, а те, кто на самом верху, получили от этого колоссальное удовольствие, подпитываясь той самой энергией страданий, переживаний и страха. Эта энергия называется ГАВАХ. Слово, которое написано рядом с человеком на виселице, скорее всего означает ЭВОЛЮЩИН. Эволюция. Возможно указывает на эволюцию сознания из верхней схемы. Буква Л выделена. Если читать задом наперед, то получится слово ЛОВ, Любовь. А виселица нарисована так, словно это незавершенная буква Р. Тогда дорисовав вторую ногу висельника, мы получаем букву А и слово РЕВОЛЮЩИН. Ну и получается, что у людей остался единственный путь. Революция сознания через Любовь на пути к просветлению. Под доской изображен третий закон Ньютона, который гласит, что на каждое действие есть противодействие, равное по значению и обратное по направлению. Ну а или если совсем по-простому, то на каждый хитрый зад найдется член с пропеллером, правее человеческий мозг, рассеченный молнией пополам между полушарий. Известно, что именно в этом месте существует отдел мозга, называемый рептильным. И как раз рядом справа стоит, вторгаясь в зону человеческого мозга, дракон-рептилия. Рептильный мозг отвечает за удовлетворение самого необходимого, базовых потребностей, пропитание, борьба за выживание, спасение бегством и размножение. Через рептильный отдел мозга и происходит управление стадом потребителей. Есть версия, что этот отдел был имплантирован вообще в человека, изначально его не было. Далее нарисовано сердце. В самом начале мультфильма музыкальный трек начинается с биения человеческого сердца. Автор Луи Лефеф в описании к ролику на своем YouTube-канале пишет следующее. Это история о пожаре в страдающем сердце. Посыл заключается в том, чтобы разжечь огонь неравнодушных сердец, который объединится в пламя и испепелит все пороки человечества. Далее показана трансформация одного марионеточного президента, Джорджа Буша, в другого, Барака Обаму. Происходит смена кукол, а кукловод остается тот же. У Обамы на голове атрибут знания, а на руках белые перчатки, как признак принадлежности к массонерии. Суфлер показывает на табличке, что ему нужно веселиться, и он начинает смеяться. Лол означает громко смеяться вслух. Итак, вся эта сцена с президентом Бушем у школьной доски отсылает нас к ситуации, которая произошла в реальности утром 11 сентября 2001 года в школе имени Эммы Букер в штате Флорида, где на уроке присутствовал президент Джордж Буш-младший. Учительницы на уроке соответствуют своим образом той, что в мультфильме. На уроке дети дружно повторяют вслед за учительницей. Приготовиться. Змей ударит. Сталь. Самолет. Должен. При этом учительница отбивает ручкой о стол барабанный ритм. Ну просто ритуал вуду какой-то. А в это время происходит событие, известное всем под кодом 911. И президенту шепчут в ухо. Господин президент, башни-близнецы и Пентагон атакованы похищенными самолетами. Если посмотреть на реакцию Буша, то станет очевидно, что новость застала его врасплох. Около минуты он сидел, уставившись в одну точку и обдумывал что-то. А потом резко схватил книгу и сделал вид, что читает, при этом продолжая размышлять. А книгу он взял в руки такую. Мастерство чтения 2, сборник рассказов, радужное издание. И в этом сборнике есть рассказ под названием «Домашний козел», что напрямую отсылает нас к названию мультфильма. Рассказы сборника повествуют о том, как у девочки появился домашний козлик, который жевал все подряд. Банки, крышки, накидки, пробки. И отец девочки не хотел его оставлять за такое поведение. Но однажды козел прогнал вора, который хотел угнать их машину. И после этого отец девочки согласился оставить питомца. Но вернемся к мультфильму. На следующем кадре мы видим голубоглазую русую девочку, которую создатель послания Луи Лефеф назвал Лили. Она похожа на Алису из «Страны чудес». А в руках она держит яблоко, как символ запретного плода. Видимо, то самое яблоко раздора, которое Ева дала Адаму. Именно для Лили марионетки Буш и Обама устраивают свое представление. Ибо остальные 12 слушателей вообще не живые застывшие статуи. Тут можно трактовать как 12 апостолов, или 12 часов, или 12 месяцев, или 12 знаков зодиака. Мы зациклены в 12-ричной системе. Лили сидит в золотом магическом кругу. Считается, что он может содержать энергию и образует сакральное пространство. Или же предоставляет колдунам форму магической защиты от сверхъестественных сил. Из всего этого шоу марионеток выход есть. И он рядом. За спиной этой белой девочки Лили. А справа белый кролик, напоминающий нам о глубине той норы. И снова же нас отсылающий к Алисе в стране чудес. Маленькая девочка держит это яблоко, представляющее собой все эти внутренние разделения, которые взращиваются в нас с рождения всеми возможными и невозможными способами. Чтобы в дальнейшем удержать нас от эволюции и просветления. Чтобы мы всегда испытывали чувство стыда, вины или своей неадекватности. И яблоко – это символ греха. И мы окаменели в своем развитии на уровне тех маленьких детей позади девочки, окутанных колючей проволокой. И вдруг Лили пришла к внезапному выводу. Это не мое яблоко. Оно принадлежит кому-то другому. А затем она просто бросает это яблоко, которое катится по шахматному полу к ногам президента Обамы. Под его туфлей лежит золотая монета с изображением императорской государственной короны в Великобритании. Намекая на то, что закулисные кукловоды контролируют мировую финансовую систему через королевские семьи. Аббревиатура L.C. на шахматном полу снова отсылает нас к Льюисе Кэролу, автору произведения «Алиса в стране чудес». Прототипом которой является белокурая Лили. Яблоко раздора раскалывается надвое. Это символ двойственности и вечной борьбы противоположностей нашего мира. Левое-правое, мужчина-женщина, черное-белое. Сюда же относится ноль и единица. А это бинарные системы. А затем распускается цветок лотоса. И он соединяет две половины как символ объединения двух противоположностей. И это и есть пробуждение. Лотос – это образ истока мира и символ возрождения. С древнейших времен этот цветок почитался священными арийцами, индусами, египтянами и после них и буддистами. Он почитался в Китае и Японии и был принят как крестьянская эмблема греческой и римской церквями. Которая, заменив его лилией, сделала символом вестника. Перерождение первичного познания добра и зла в познание истины. А Обама в этот момент просто поражен наповал собственным страхом. Снаружи школы мы видим граффити на стене Псалом 23 который нам гласит о том что тот, у кого руки не повинны и сердце чисто кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. А в это время на заднем плане происходит обрушение башен-близнецов торгового центра на острове Манхэттен. Именно после этого события США начали так называемую войну с террором в ходе которой вторглись в Афганистан и Ирак. Некий персонаж Маски прыгает со скалы в океан. Режиссер назвал его Синий Ребенок также он обозначен как хранитель пламени а сама эта сцена названа Грусть. Затем мы видим Усама Бен Ладена который дирижирует оркестром под кровавым красным месяцем. В откровении Иоанна Богослова под названием Апокалипсис в главе 6 стихи 12 сказано И когда он снял 6 печать я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно как флосяница и луна сделалась как кровь. Усама Бен Ладен это персонаж выращенный в недрах ЦРУ. Об этом кричит эмблема на его груди. За спиной Бен Ладена бойцы в виде пирамид. Весь терроризм создан теневыми кукловодами для запугивания и уничтожения народов. Для вторжения на чужие территории под видом борьбы с терроризмом и создания самих поводов для войн. Кукловоды за кулисы сделали из Бен Ладена образ ангела смерти о чем и намекают черные крылья за его спиной. А тем временем из земли качают нефть монополии засоряя при этом окружающую среду. И статуя свободы названная автором Леди Хилотери стоит на звезде Давида намекая на то что в руках сионистов находится управление нефтедолларом. Следующий эпизод назван автором Добыча идет захват живых душ еще до их рождения. На экране рептильный глаз человечество было порабощено рептильным сознанием о котором написано в Ветхом Завете. Мы потеряли связь со своим высшим Я и стали пищей на энергетическом плане. Мы просто уснули духовно. Следующим кадром появляется образ египетского божества Анубиса расположенного на носовой части ладьи. Анубис явись! Анубис Божество древнего Египта с головой шакала и телом человека Он проводник умерших душ в загробном мире. В самой ладе присутствует человек глаза его закрыты а во лбу третий глаз. Всевидящее око из которого и появляется персонаж на экране монитора названный автором Драко. По описанию режиссера это колдун невидимая рука и дух безумия стремящийся к еще большему контролю с помощью обмана лжи ядов событий под чужим флагом войн и гор бюрократических и правовых рамок чтобы выкачивать энергию жителей земли. Он боится дневного света как боится самой жизни и действует в тени. Его величайшая власть это его контроль над выпуском валюты. Драко проецируется с помощью телевизионного экрана как образ всевидящего ока. Основной захват внимания и управление стадом осуществляется через средства массовой информации. Волосы на голове колдуна и его брови созданы из деталей американской однодолларовой купюры. А на подбородке знак перевернутой пирамиды тоже с той же самой однодолларовой купюры. У Драко золотые зубы и серьга. Вообще он воплощение одержимости деньгами и банковской системы, действующей через средства массовой информации. Его правый глаз перекошен, но прямо как у Дэвида Рокфеллера. Со слов автора, слово медиа на самом деле произошло от медийцев, древнего народа иранского происхождения, населявшего область Мидию, расположенную на северо-западе современного Ирана и юго-востоке Турции. Среди медийцев было много колдунов, с которыми советовались цари и царицы. Оттуда же и понятие медиум. Рептильный колдун Драко всеми доступными средствами воздействует на сознание маленького сумасшедшего персонажа, чтобы тот постоянно оставался в этом состоянии. Автор назвал его Людовик и он олицетворяет человечество, находящееся в забвении. Голова у Людовика яйцеобразной формы, а змей Драко внедрился в его голову. И этот образ отсылает зрителя к символу яйца, которого обвивает змея. В древнегреческой мифологии орфическая традиция это космическое яйцо, из которого вылупилось изначальное гермафродитное башенство Фанес или Протагонус. Людовик беспомощно лежит в холоде среди иголок от шприцов и таблеток, а Драко контролирует деградировавший от наркотиков и лекарств разум мальчика с помощью СМИ. Людовик не может даже пошевелиться, так как его мозг занят рынком и другими социальными требованиями. В бегущей строке в глазах Людовика мелькают биржевые индексы. Управление экономиками стран происходит через биржевые махинации, а управление населением планеты через страх экономической несостоятельности, через страх остаться без средств к существованию, страх потерять работу, страх не заплатить кредит или ипотеку. Вы не заметили, что вся ваша жизнь сопровождается страхами? Нет? Ну тогда вы истинно свободны, как последнее звено этой схемы. В глазах яйцеголового Людовика бегущая строка переводится как «Обвал рынков» это покрытие расходов на войну. Далее летят стелсы, напоминающие своей формой масонский символ, циркуль с исламскую мечеть, разрушая ее. Одна из птиц свидетельниц разрушения мечети превращается в бабочку, летит на свет и садится на перст сияющего персонажа с пылающим сердцем и сгорает в пепел. Как говорится, не все то золото, что блестит. Следующий эпизод назван автором Пьета. Пьета олицетворяет оплакивание Девой Марии умершленного Христа. Это работа первое творение Микеланджело, сделавшее его по-настоящему знаменитым. В данном контексте Пьета олицетворяет ислам, ибо она одета в мусульманский хиджаб, а до этого мы наблюдали разрушение мечети. Кровавый нимб святости говорит о погромных жертвах. В ее левой руке бутылка и на заднем фоне, подобно Джину, виден ядерный гриб. Она плачет по ребенку, которого автор назвал Аали. Священный жук Скоробей с пирамидой на спине проползает по лицу Аали. В египетской мифологии Скоробей почитался как священное насекомое богов солнца и считался символом созидательной силы солнца и возрождения в загробной жизни. Почему мальчик без глаза? У индийских суфиев существует экстремальный обычай. Одним из публичных способов самобичеваний, которые свойственны для юго-восточной и южной Азии, является такая экзотика, как выковыривание собственных глазных яблок с помощью острых предметов. Либо же это отсылка к исламскому одноглазому даджалю, который по сути есть тот же антихрист. Далее мы видим маленькую африканскую девочку, вооруженную АК-47, с красными глазами, как у терминатора. Человек, сидящий рядом, снимает с нее пурпурную ленту. Возможно, он желает заняться с ней сексом. На плече у него череп с костями, как символ смерти, а на груди перевернутый крест, как символ антихриста. Тонущий в зеленой жиже персонаж назван режиссером Хуан Пепито. Он держит в одной руке серп, а в другой молот, как символ коммунизма. Автор поясняет следующее. После многих лет экономической эксплуатации и ухудшения состояния окружающей среды, Хуан Пепито явно чувствует себя тонущим. Хуан Пепито это образ Латинской Америки и падение режимов, олицетворяющих коммунистическую идеологию. Уго Чавес Венесуэла, Фидель Кастро Куба, Хуан Моралес Боливия. К Хуану Пепито вместе с отходами стекает и цветок лотоса. Далее видим девушку, которую автор назвал Сан-Сю. И сказал о ней следующее. Мужественно противостоять тем, кто хочет ее поработить. Сан-Сю это олицетворение азиатского мира. На ее лице татуировка в виде сердца и знак, обозначающий протест против ядерной энергетики, который отсылает нас к аварии на атомной электростанции Фукусима-1 11 марта 2011 года в Японии. Что является там запретной темой для обсуждения. Своим намерением она повторяет поступок неизвестного бунтаря, который в одиночку сдерживал танковую колонну на следующий день после волнений на площади Тяньань-Мэнь 5 июня 1989 года. И этот сюжет отсылает нас к Китаю с его репрессивным режимом. Сан-Сю размахивает белым флагом, а у того бунтаря была белая рубаха. Знак Ин-Янь и изображение тигра на одежде также указывает на Китай, выступающий против ядерной войны. Но Сан-Сю пытается кто-то остановить. Она поворачивается и видит персонажа, которого автор назвал Надувательство. Со слов автора это образ смерти. Сан-Сю яростно пытается бороться с системой, но смерть подкрадывается незаметно и она должна подчиниться в конце концов. Скелет смерть напоминает персонажа карнавала праздника Дня Мертвых. Отсюда плащ и фейерверки. Смерть правит и дирижирует балом. Это намек на массовые человеческие жертвоприношения. На танках всевидящее око, обозначающее, что война спланирована все той же за кулисой. Очевидно, что в лодке стоит Иешуа с терновым венком на голове из колючей проволоки. Со слов автора, в символизм можно вложить любое значение. Что проецируете, то и будет. Темная элита использует это в своих целях, заставив поверить нас в то, что вся эта символика несет негатив и зло. Я же пытаюсь исправить эти символы и у меня треугольник на лбу Христа это троица, то есть Бог, а третий глаз это духовное видение. Терновый венец из колючей проволоки на голове Христа это то, как нами манипулируют. И это похоже на войну с сознанием. Венец находится между пирамидой и глазом, как своего рода барьер между духовным и божественным началом. Христос представляет собой пламя. Помните ли вы, что Иоанн Креститель крестил в воде и при этом говорил, что Иисус будет крестить огнем? Спрашивает автор Алекса Джонса. Наш маленький Людовик сквозь информационный шум в своей яйцеобразной голове слышит тот самый шепот утренних звезд, который побуждает его к действиям. Новый кадр и ладья со спасителем появляется из какого-то звездного скопления. Возможно, что это плеяды. Ладья вплывает в два овала, напоминающих срез проекцию человеческого мозга. Падающие глыбы символизируют разрушение старого миропорядка. А тем временем танцующий синий мальчик хранитель пламени сменил свою маску превратившись в шиву. Танец шивы согласно индуистской мифологии необходим для поддержания ритма жизни и создания мира. Считается, что прекращение танца приведет к завершению игры бога, которую он затеял для своего развлечения, а вместе с ней и всего мироздания. И снова двоично раскрашенная черно-белая христианская рыба сама прыгает в лодку к пылающим ногам спасителя, которого они так ждут. И в итоге вся эта рыба умрет без воды, а тем более вблизи пламя от Иисуса. Он в принципе не в курсе, что вокруг происходит. Рыба это раннехристианский символ, который был до креста. Далее рука создателя указывает на башню маяк в форме фалоса великана лежащего на земле. Башню венчает крест и сердечко намекающее на любовь, а внутри башни заточена мадам Кью, как назвал ее режиссер. Смысл страданий мадам Кью в сексе это репрессии или потворство? Мы не знаем. И все же там определенно есть стыд. В этой сцене, по словам режиссера, отображен образ страдания из-за сексуальных проблем. Это можно трактовать как блуд и одержимость секса, либо как одержимость подавлением желания секса. Что-то вроде той старой монахини, что не может заниматься сексом. Секс может вызывать много страданий. На ее юбке виноградные листья, так что это почти как тот позор Эдемского сада, и мадам Кью сидит с этим позором в своей тюрьме страданий. А в конце концов она очищается светом через духовную связь, испытывая при этом божественные ощущения. Также это можно трактовать как отсыл к вавилонской блуднице. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И так вавилонская блудница, кем бы она ни была, тесно связана с антихристом. Шива продолжает свой бесконечный танец вокруг огня. Армия пустых однотипных серых зомби, без намека на индивидуальность, сметается волной разочарования от товарно-денежной системы торгашества. Вообще сам автор себя ассоциирует с этим персонажем Иисусом. И он через образы рассказал нам про свой путь. А тем временем наш несчастный Людовик наконец-то понял, что нужно перестать слушать зомбоящик и начать слушать голос сердца. И Грегору драка ничего не остается делать, кроме как отключиться от и так уже почти пустой головы Людовика, которую теперь придется заполнять благодатью. Вот где эволюция сознания через очищающий огонь сердец, а смерть продолжает дирижировать свой нескончаемый зомби вальс. А это тот самый мальчик Али, жертва с одним глазом, воскрес и вознесся дервишем в круговороте танца над мечетью. Ну точно по аналогии с воскрешением Христа только по-суфийски. Это подтверждает предположение о жертве, принесенной в виде своего глаза в весьма странных суфийских обычаях. Бурное сердце ислама пробуждает веру в единого истинного Бога. Он свободен и не требует контроля. Хранитель пламени продолжает танцевать. На его груди четырехлучевая путеводная звезда как символ света во мраке ночи. Хранитель пламени постоянно меняет свои маски, но в итоге он встречает рассвет со своим истинным лицом, сбросив все маски. Иешуа выплывает на ладьи Анубиса из пещеры сновидений драка рептилоида. Его путь сопровождают лотосы, распускающиеся из дуального мира в мир гармонии. И о чудо, наш герой открывает свои ясные очи. Вот только сейчас он осознан и трезв. Он не в курсе, что вообще вокруг произошло. Его терновый венец из колючей проволоки испаряется. И как говорит сам режиссер фильма, это означает, что наконец-то я обрел связь моего духовного с создателем. В египетской мифологии Ра это бог солнца. Он путешествует своей лодки днем и освещает небо. А вечером уходит в подземный мир и находится там всю ночь. А утром возвращается на небо и это и есть форма воскрешения в лодке египетского божества Анубиса, который является стражем весов на суде Осириса в царстве мертвых. На самом деле Христос плывущий в лодке ничего не разрушает. Это солнце Ра олицетворяющее божественное начало рушит старый уклад. И это совсем не означает что я пропагандирую солнцепоклонничество говорит режиссер Луи Лефек. На заднем фоне рушится храм старой веры. А впереди из-за горизонта неизбежно приближается всевышний Ра разрушающий последние пирамиды иерархической системы. Лодка Анубиса останавливается ибо плыть дальше некуда. И это конец битвы конца и очередная перезагрузка. Режиссер Луи Лефеф рассказал в интервью следующее «Фильм пришел ко мне во время личных страданий. Все это я пережил сам. Мне казалось, что этот фильм стал для меня своего рода спасательным кругом от того, чтобы я окончательно не погряз в собственных страхах. Я продолжал видеть фигуру Христа в его лодке и понял, что должен сделать этот фильм. Это было приглашение выйти за пределы этих страхов и погрузиться в духовное путешествие. И это было прекрасно. Основная тема фильма это крушение иерархического мира и пробуждение сердец мужчин для связи с Богом беспосредников. И система служит этим сердцам вместо того, чтобы пытаться доминировать над ними, манипулировать, контролировать и угнетать. Этот фильм о том, как взять тот символизм, который у них есть, и бросить его им в лицо. Ну а зрители интерпретируют по-разному, и это их право. Над фильмом я работал примерно 5 лет. Я начал процесс создания фильма, когда еще мало что знал о заговоре, и я учусь по ходу дела. Несмотря на то, что я потратил все эти годы и вложил все, что у меня было в создании этого фильма. Я очень рад, что сделал это, и я очень доволен результатом. У нас так много воздвигнуто стен между различными идеологическими системами, и я надеюсь, что фильм поможет разрушить некоторые из них, и это был бы лучший результат. Я надеюсь, что некоторые религиозные догмы должны отпасть. Мы просто хотим восстановить прямую связь наших сердец создателям. Ну а теперь, друзья мои, посмотрите оригинал этого мультфильма с нового ракурса понимания, перейдя по ссылке в описании к ролику, а после оставьте свой комментарий, в котором будет то, о чем возможно не было рассказано или было истолковано неверно. Всех обнял своим пылающим сердцем и да пребудет с нами сила прошлых воплощений. Я монтаж когда делал дочка 10 лет спрашивает папа а что за мультик покажи да покажи но показал я ей она знаете что мне говорит папа а что говорит они все какие-то деревянные и реально в высоком разрешении на фотографиях сайта смотришь и да они как будто бы из дерева сделаны но если повнимательнее начать изучать то кажется что они не все деревянные вот из деревянных конкретно прям заметно это Сан-Сю и А-А-Ли как буратины а вот допустим Лили Людовик Осама бен Ладен и Джордж Буш они не деревянные есть о чем подумать но я думаю эта отсылка идет к тому что вся наша жизнь игра а люди в ней актеры актеры театра которым управляет Карбас Барабас пишите в комментариях свои предположения